Поэзия права. Белый дуб в Афинах. Как известно, Афинская школа философии, представленная Сократом, Платоном и Аристотелем, породила идеализм — направление мысли, которое считает высшей реальностью чистые идеи, а чувственно постигаемые вещи — их множественными копиями. Например, то общее, что присуще всем дубам, березам и липам, есть идея или форма дерева, которая вечно и неуничтожима, в отличие от единичных деревьев, растущих, грехлеющих, умирающих. Принято думать, что антитеза идеализма — материализм, который объявляет началом всех вещей их материальность. Но материализм, как неоднократно указывалось, есть одна из «вырожденных» форм идеализма, которая представляет материю как некий всеобщий принцип, начало, кавычки, идею материи, кавычки. Подлинная альтернатива идеализму — то, что можно назвать реизмом, представление о том, что всякая конкретная вещь есть начало и конец самой себя. Термин «реализм» сюда никак не подходит, ибо в философской традиции, начиная со средних веков, он обозначает нечто весьма близкое идеализму — веру в реальность общих понятий. Реизм — это философия отдельной вещи, а не общего свойства реальности, которая растягивается реизмом до того, что обнимает сферу общих понятий. Индивидуальное, сингулярное, лежит в основе всех вещей, каждая из которых постигается сама по себе, как эта, единственная, отличная от всех других. Данное дерево служит не представителем класса деревьев вообще, или дубов в частности, а вот этим деревом, растущим здесь и сейчас. Задача понимания как раз состоит в том, чтобы от общих абстрактных понятий природа, жизнь, растительность, деревья двинуться навстречу единичному существу данного дерева, постигать его смысл здесь и сейчас, в кавычках. Такова не только задача познания, но и направленность бытия, которая в своем высшем пределе становится самобытием, обретает цель в самом себе. В этом состоит смысл этического предписания Эммануила Канта – всегда обращаться с людьми так, как если бы они были только целью, и никогда средством. Казалось бы, неодушевленные вещи меньше всего могут притязать на такое самобытие. Обычно, если они вступают в человеческий мир, то служат только средством для облегчения, обогащения, украшения человеческой жизни, орудием, утварью, в лучшем случае объектом эстетического созерцания. Египетский старец, отец Дорофей, призывал род человеческий хранить совесть по отношению к вещам, не портить их, не ломать, содержать в чистоте и порядке, чтить даже в вещи лик Божий. В каждой твари – образ Творца. Но людям не хватает сил любить и почитать Бога даже в образе друг друга, тем более они склонны потребительски относиться к вещам, превращая их в самые низкие, рабски послушные и безответные орудия своего благополучия. Перенесемся теперь в другие Афины, штаты Джорджия, США. Южане-аристократы любили давать своим маленьким городам имена больших европейских городов, окружать себя словесным изыском. Здесь, на юге, есть Рим, Афины, Венеция, Неаполь, Санкт-Петербург. Именно в здешних Афинах, университетском городке в часе езды от Атланты, мне удалось обнаружить самый яркий и наглядный антитезис тому идеализму, который считается высшим интеллектуальным достижением древних Афин. Если греческий идеализм возвышает вечные идеи над единичными, приходящими вещами, то в американских Афинах мне был явлен образец реизма, высшего почитания единичной вещи. В демократических странах высшая и вседоступная форма суверенитета, священное право свободного гражданина, это право собственности. Каждый может быть собственником, и никто не может быть собственностью другого. В Афинах есть дерево, которое в буквальном смысле принадлежит самому себе. Хозяин, полковник Джексон, так возлюбил это дерево, что в 1820 году, умирая, передал ему права юридического субъекта. Вот сухая справка из путеводителя. Цитата. «Самый невероятный владелец собственности в Афинах — белый дуб, который стоит в сквере на перекрестке улиц Диаринг и Финли. В знак восхищения его тенистой кроной владелец передал дубу юридическое право собственности на самого себя и на всю землю в окружности восемь футов. Дерево было повержено грозой в 1942 году, но другое выросло из его желудя на том же самом месте. Законность прав этого «дерево, которое владеет собой» с больших букв, кавычки, никогда не подвергала сомнению. Конец цитаты. «Я посетил этот белый дуб, широко раскинувший свои ветви. Он действительно красив и тенист, но более всего поражает в нем не величавая внешность, не природа и порода, а царственная принадлежность самому себе. Он не есть собственность, ни государства, ни корпорации, ни частного лица. Он сам владеет собой, самое-самое с большой буквы. В каком-то смысле этому дереву повезло больше, чем роскошным коронам, алмазам и изумрудам, которые хранятся в царских палатах или национальных музеях. Те драгоценности кому-то принадлежат и имеют цену, а дуб, мечей, его нельзя присвоить или продать, он не имеет цены. Дуб не только самовладелец, но и землевладелец. Ему принадлежит земля в округе примерно два с половиной метра, то есть его права собственности простираются и на ближайшие условия его существования. Вдруг понимаешь, что есть еще один способ украсить мир, раскрепостить вещи, животные, растения от полезно-служебных функций, то, о чем писал Белемир Хлебников. Я вижу конские свободы и равноправие коров. Ладомир. Возможно, Хлебников понимал освобождение вещей утопически, революционно, по-коммунистический. Ровно за сто лет до Хлебникова полковник Джексон продемонстрировал иной вариант освобождения, передав любимому Дубу право собственности на самого себя. Этот юридический акт, совершенный в рамках и на основе капиталистической системы, исполнен поэтической дерзости, которая не уступает Хлебниковской. На участке земли, который тоже принадлежит этому Дубу, стоит табличка «В силу и знак великой любви, которую я питаю к этому дереву и огромного желания сохранить его на все времена, я передаю ему право полного владения собой и всей землею на расстоянии восьми футов во все стороны». В. Джексон. Передо мной пронесся образ плеромы, божественной полноты бытия, когда Бог станет все во всем и когда каждое станет самим собой и самым-самым. СНОСКА. ПЛЕРОМА. Гностический термин, означающий совокупность всех сторон и свойств божества, явленную вне времени и пространства, в определенном смысле предвещает математическое понятие актуальной бесконечности теории множеств. Конец СНОСКИ. Белый дуб в Афинах знаменует бытийную полноту и переизбыточность вещи, которая наделяется правом юридического субъекта, правом владеть собой. Не так ли со временем будет развиваться и «отцеливаться» в кавычках мир природы морям, лесам, лугам, горам будет даровано право собственности на самих себя? Не лучше ли это, чем национализация, когда собственность отнимается у частных владельцев и передается на попечение государства, точнее правительства, которое может быть еще более хищным и безжалостным, чем отдельный хозяин? Пусть объекты постепенно уравниваются с субъектами в своих правах, пусть сами вещи постепенно становятся собственниками, хозяевами себя? Разумеется, дуб не может сам защитить своих прав. Для этого нужна соответствующая институция, юридическая система, поддержанная мощью государства. Но важно, что государство защищает права собственников, а не присваивает их себе. В этом смысле права белого дуба на самого себя подлежат такой же государственной охране, как права любых частных собственников. Такова метафизика американских Афин. Такова юридическая декларация белого дуба. А в заключение несколько строк из стихотворения Роберта МакКефери младшего. Когда Юнион сползал к войне и классики сдавались романтикам, белый дуб один из многих в Афинах Джорджия по неизвестным причинам был передан в собственность самому себе Вильямом Джексоном в 1820-м. Но кто дарует нам полное владение собой в силу и в знак великой любви? И стихотворение «Дерево, которое владеет собой». 2000-й год. дарит «Дерево, если вы вернете «Дерево, вы когда четверг вернете у Продолжение следует...